всем доброе утро вернее день я уже домой собираюсь и смотрите сейчас красила милирование делала двухцветная и вся в краске оказывается такая женщина вообще очень странная в том плане что она американка живет уже здесь очень давно и она говорит я не чувствую себя американка а значит сейчас развелась мужем все дела опять сошлась нам женихом и походу ей нравится шкаф как-то в общем вы поняли потому что пришла вся в синяках вся ее как будто белья не знаю с перегаром а вот елет 40 лет 50 наверное там на самом деле не знаю сам интересное она ко мне ходит два раза в год вот именно на милирование у меня там помада есть моя сейчас выхожу на такая но я намазывалась помадой думаю ну молодец видно вам не видно в общем еще у нее есть одна привычка это приходить в парикмахерскую без денег то есть она не знаю что в чем прикол она приходит я и делаю милирование двухцветные обязательно и она идет домой она живет рядом и за деньгами а еще у нее прикол был я как-то вам рассказывал кто давно меня смотрит она она знает цену потому что уже какой год ходит но всегда пятерку не доносит и не знаю чем прикол пятерка на потом приносит через месяц через два нет сейчас все принесла даже сдачи требующий вообще какой-то прикол с ней но бедная женщина мне ее очень жалко потому что она видимо спивается прям спивается и в америку не хочет ехать говорит я не чувствую себя американкой я буду как это она говорит в америке хорошо жить с деньгами а если говорит такая как я то есть у нее денег немного но она и не старается знаете чтобы у нее было много денег она вообще по образованию она здесь учителем работала сейчас говорят онлайн работает в общем она не пользуется не чтобы у нее было много денег и в общем она говорит таким как я там трудно будет и мне говорит не нравится там я говорю больше себя евро европейка чувствую такую это мне американка сказал так кстати я рада что вам нравится мой цвет волос а еще так как я каждый день голову моем в спортзале я наношу гель гель воск на волосы и укладываю как хочу а знаете как мне нравится как я хочу вот так вот чтобы типа не уложено сейчас я еду здрасте молишься чарли молится так он всегда когда его чесать надо он вот так все достанет и стоит на это вообще умора смотрите ясно люблю не могу не могу опять его чесать надо аллилуйя аллилуйя еду в меркадону мне там нужно купить кое-что список составила да 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 то забуду нафиг да пойдем в меркадону а чучи чарли купить дула тучи мучу тучи мучи сделала небольшую закупочку ну типа туалетный бум а нет зачем я за стеви ездил ну понятно да кстати подводка супер мне очень понравилось засыхает моментально не растекается в общем вообще супер советую вчера который купил смотрите что я приобрела будем ждать когда она поспеет вы знаете я прекрасно помнила про черемою вчера или позавчера в общем каждый день я про него помнила но я зашла и она там выбирала выбирала короче смотрел одну вторую и на третье или на второе уже не помню увидела червяка маленького блин естественная я вообще не люблю всяких этих млекопитающих или какие кто они там есть на самом деле в общем не сразу такое отвращение что я развернулась и ушла оттуда червячок маленький и конечно червяки они фрукты только едят хорошие натуральные но как бы хотелось бы без них знаете те моя рыба мама тюти купила мама тюти купила да да сейчас подожди подожди тележечка у нас тут у меня еще все кресло лежит я уже разобрала покупки они все как всегда купила вот такой мусс правда попробовать с орехами блин он такой вкусный всем советую меркодоне это марка меркодоны очень вкусный он и прах пахнет орехами классный утром на хлеб это мой обед голубечек один вот это наверное чарли будет сегодня кушать у него обед вот это потому что я себе сделал салат заправленный йогуртом вот такая вот у меня вкуснятина всем приятного аппетита у нас ветер причем такой прохладный ветер да моя рыба папу ждет а папа не придет папе у нас уехал к сестре они там мигу делают мига это жареная манка с жареной рыбкой в общем очень пускай туда покушать с семьей тоже надо общаться была бы у меня тут семья я бы наверное от них не вылазила вот и я тут решила два воспользоваться моментом и показать вам свои красочки свои мазю лички ничего не убирала вот как есть в чемоданчик так и есть разберем вместе с вами я вас спрашивала вам вроде бы это интересно у меня ничего особенного нет никаких там от марок супер-пупер там диоры или еще что-то у меня нет у меня все обычное все бюджетное скажем так но мне очень нравится все что у меня есть и не вижу смыться тратить за допустим на стоим деньги на какие-то тени которые стоят в пять раз дороже чем например те же от боржуа который у меня есть или max factor в общем не вижу смысла может быть вы скажете ты не пробовала пробовала не вижу смысла так что я знаете как и в одежде предпочитаю больше чем меньше но дорого да например там одежда за какие-то там баснословные деньги 500 тысяч евро какие-то штаны я лучше на это 500 тысяч евро куплю 10 или 20 штанов вы скажете это качество это вы будете их носить 10 лет нафиг мне штаны которые я буду носить 10 лет вот зачем они мне нужны если я через год от них устану и просто выброшу или отнесу кому-нибудь или продам или отдам она мне надо не надо лучше куплю себе 10 и буду потихонечку выбрасывать и душа будет моя спокойно и не будет болеть что я выброшу столько денег в общем в косметике все то же самое ладно будем по порядку а какой порядок то у нас в общем это мои кисточки вот этот бокс покупала в алиэкспрессе чудо пупер магазин в котором есть усе 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 кисточки мои уже какие-то запыленные здесь именно те кисточки которыми я пользуюсь у меня еще есть уйма кисточек которыми я не пользуюсь который валяется вон там вы знаете я сначала покупала кисточки все натуральные с натуральным ворсом для ляля тополя потом залезла в интернет и вычитала что не все натуральное полезно и есть хорошо и что синтетические лучше накладывают тени это я вычитала в интернете ни одна статья не 2 а короче я изучала эту тему потому что раньше я тени накладывала по старинке вот этими вот как они там типа синтепоновые такие вот штуки были но один раз попробовал кисточкой и это намного удобнее и лучше растушевывается вообще мне кажется и красиво крашусь как вам напишите в комментариях вроде бы как неплохо да поэтому вот все мои кисточки рассказывать и показывать для каждая кисточка для чего я вам не буду потому что я не бьюти блогер и я все делаю только по своему как говорится своим удобством вот мне нравится вот эту кисточкой наносить кисточкой наносить подру я ей наношу все тени наношу вот этой кисточкой ох это сегодня я так красила и вот этой так что у меня еще здесь есть тени это карандаш для бровей перепробовала все меркодона forever самый лучший карандаш меркодона у меня вот такой 01 наверное ли какой да номер 01 в общем самый лучший он с одной стороны идет вот такой вот такой ширины вот такого вышины видите щеточка и с другой стороны уже карандаш кстати который меня сегодня сломался он так выкручивается в общем вылазит оттуда карандаш бровки не растекаются не стираются вот я сегодня накрасила утром и все хожу я любитель потрогать лицо почесать ля 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 все на месте стрелки вчерашний вчерашний как фломастер да это не карандаш это фломастер сейчас я вам тоже покажу вообще супер мне очень понравился хорошо лег на глаза и не размазался видите тонюсенький такой хороший в общем не понравился супер всем рекомендую кабарет есть еще один так где же вот кику фигня фигней вообще это такая как а потому что во первых так его наносишь а он как будто знаете водяной не сохнет то есть глаза вот так намазал и вот так надо сидеть минут пять ну естественно у меня с утра нет пять минут чтобы сидеть и ждать когда это у меня там стрелки высохнут я сделаю так и вот эти стрелки вот-вот вот в эту складку полезут по кака белобака как здесь говорят поэтому это наверное пойдет выбрасывание я и давала второй шанс третий но нет это идет на выброс на выброс так туши ой туши мало не бывает у меня их много много и много и много пользуюсь я только вот этой кико ну вроде бы ничего ну у нее такая щёточка какашная какая-то пластмассовая и ей очень неудобно красить глаза с одной стороны красится а с другой стороны как-то мажется в общем вот это вроде бы мне всегда нравилось буржуа вот это это буржуа же да по-моему да ну да буржуа вот ну вы смотрите видите она даже вылазит она какая-то жирная непонятная в общем тоже не особо не пользуюсь вот это несмотря на то что она не водяная не водостойкая ну блин ее хрен смоешь но неплохая надо две фазы у нее неплохая но ее не смоешь я не люблю знаете чтобы вот так тереть 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 глаза тереть чтобы там они вообще без ресниц не остались нет поэтому я и крашусь редко когда там куда-то идем на праздник или там вдруг поплакать надо или я не знаю что в общем очень редко крашусь не люблю вот это голубая моя тушь тоже суперская поэтому я купила вот эту в общем вот это мне нравится этот лореаль если я не ошибаюсь все написано чуть не мандыкнулась да лореаль парадис в общем эти да рекомендуем но это подарок у меня чистая линия редко пользуюсь дневным кремом но иногда пользуюсь достала вот этот вроде бы сейчас у нас не жарко жалко выбрасывать в общем сегодня я намазывалась это сиси крем хорошо замазывает вот но остается неприятный жирный блеск который я замазала вот этой пудрой она смотрите она прозрачная видите от кико и вообще суперская вот это да это вообще суперская при суперская вещь позже становится как шок вообще классная вот видите вот в принципе вот эта щетка мне нужна для этого кожа становится как шок и и приятно вот так вот трогать и трогать она и по щас у меня такая знаете такая классная вот такая у меня пудра кийком класс 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 потом я вот этой мажусь это у нас типа not вот это вы поняли да придает блеск лицу но не такой блеск что жирный а какое-то сияние мне это нравится от кико это у нас вот 01 gold золото вот это обязательно каждый день даже если я не крашу глаза просто наношу сиси крем только сиси крем она не такой жирный а где у меня тут который пользуюсь вот этот летом я вот этим пользуюсь я вам уже показывал тут наверное остался с гульки нос гуля привет от лореаль я уже показывала очень супер-пупер все лето пользовалась мне понравилось так что у нас тут еще вот эти фигня ну почему говорю фигня потому что это действительно фигня да они завивают все дела но только как только я наношу тушь они опять у меня ресницы вот так я но знаете что мне помогает для чего вот этот голод на этом глазу глазе ресницы вот так то есть у всех вот так а у меня вот так туда и сюда и вот этими щипчиками они просто делаются ровно все особо загиба нет такого есть как только начинаешь наносить тушь все это выпрямляется и становится были как сита пользуюсь но не всегда например сегодня один глаз вот этот не сделала а этот сделал видите разницу мне кажется нет что у меня тут еще есть вот эта штука в общем знаете для чего мне если вдруг у меня тут обычный когда те не наносим то они осыпаются то есть вот этой вот водичкой это по моему из oriflame нет oriflame нет его а нет его сразу вот я может неправильно говорю в общем вот этой водичкой я смываю вот эти вот все погрешности которые оседают на щеки что тут у меня еще есть было раньше очень много разных карандашей но сейчас почему-то я больше любит предпочитаю тени и поэтому карандаши все я бы выбрасывал но все-таки у меня есть вот например вот двойные такие коричневый потом вот такой золотой это все с кику потом у меня вот есть зеленый коричневый опять вот так что у меня еще есть вот эти вот это не пользуюсь выбросить жалко пускай там дальше валяется вот эта штука тоже хорошая это тоже на лето знаете это такой даже не знаю как его назвать это сиси блор река блур какой-то в общем вот сиси блур какой-то в общем у него такая текст текстура это на лето знаете чтобы кожа его когда наносишь не так потеет кожа лица и вообще суперская это мне подруга однажды он как знаете он вот как песочек что ли мокрый мокрый песочек такой вот потом становится и такая кожа прям были на запах это просто обалденно и все его уже нету видите все это не крем это вот как вот прям как песочек он впитывает весь жир ваш с лица но это вот у кого жирное лицо хорошо мне вот например меня сухо сухо сухая кожа и на зиму он не не подходит но летом вообще суперски и запах один запах чего стоит так но этими тенями я не пользуюсь выбросить жалко румяна у меня почти уже закончились вот эти тоже но это все то что я почти не пользуюсь вот мои тени так тени значит начнем вот с этого эта палетка вот такая есть и вот такая вот такая вот это часто пользуюсь палеточкой мне очень она нравится мне вообще нравится все что блестит я как сорока иду блестит подхожу блестит это сами поняли такие цвета мне нравится вот сегодня я накрашена нет сегодня накрашена вот этим но этими тоже крась и вот этими стрелки на вашу ну это очень сегодня просто обзор она крашеная сегодня вот этим вот этим цветом вот этим цветом и вот этим цветом тоже часто пользуюсь вот эта палетка вообще незаменима очень нравится нет достаточно одного цвета намазался все и пошел ну видите, у меня все почти цвета какие-то такие одинаковые хотя есть, вот розовые я обожаю на лето, вот эти тоже от Kiko, вообще тени от Kiko мне очень нравятся, поэтому как бы классные вот эти тоже неплохие, когда есть какой-то праздник, можно сделать яркий макияж классный это от Bourjois, если я не ошибаюсь они такие рассыпчатые L'Oréal, вот этими тоже пользуюсь эти не очень потому что их нифила не видно вот эти от Kiko тоже классные, тоже ими крашусь, смотрите какой цвет и я тоже ими крашусь, на глазах все намного красивее и вы много раз меня видели с этими тенями эти тени, вообще не знаю что они тут делают, раньше хотела, но знаете, когда вот у меня кстати еще одни есть, синие тоже ими иногда крашусь, вот эти классные вот, это какой-то магазин закрывался я вот набрала там всех вот этих теней ну и все, больше теней у меня никаких нету вот так можно поиграть смотрите, ух ты, как красиво как красиво все получилось и все а нет, не все есть еще вот такая палетка суперская но это она, я ее называю праздничная сейчас вам покажу, почему расскажу потому что она она вообще классная смотрите ой какие цвета, вы видели какие цвета, и они все блестят поэтому она праздничная на каждый день, как бы ей не особо намажешься но на праздники вот, например, вот этот цвет давайте возьмем сейчас смотрите, какой он красивый вам не видно, потому что здесь солнца нет но он, поверьте мне, классный и блестящий такие поэтому на праздники видите, какие цвета пользуюсь редко но пользуюсь, когда ой, блин, не мандыкнулись бы когда праздники так, а здесь у меня что? там у меня точилка это под глазки намазывать ай, я купила давным-давно тоже надо выбросить это губы типа это увеличивать ну, фигня фигней все это выбросить ну, и точилка все а, и мои помады помад много не бывает поэтому у меня их много или мало как вы думаете мне кажется, много ну, и естественно карандаши для губ которыми я редко пользуюсь но они вот у меня есть ну, помады вам не буду рассказывать все цвета потому что их тут дофига и вы видите каждый день на мне я больше всего пользуюсь вот этими из меркодоны мне очень нравится и как сидят и как вообще красятся и, в общем, и дешево сердито всех цветов радуги видите еще мне очень из меркодона нравится вот эта помада она классно сидит матовая и долго играющая она не ну, ее не съедаешь я раньше вообще когда курила вы знаете помадами даже не красилась потому что я просто их съедала буквально после второй сигареты помады у меня нифига не было поэтому я себе помаду не покупала а вот а то сейчас оторвалась вот разные у меня тут есть разные цвета разные даже такие есть коричневые есть ведь у нас в жизни разные случаи бывают мало ли куда нам нужно идти на какой праздник поэтому вот так нифига себе как-то у меня видео длинное получилось ну вот вы просто хотели увидеть мою косметику вы ее увидели надеюсь что вам понравилась моя косметика моя косметичка ничего обычного все как у всех ну может быть вам что-то будет полезно моя информация туши вот эти супер бивен бивен саво кабарет как его назвать то фломастер для глаз супер стоит 6 евро всего но он классный вот правда как нанесла так и держится вперед вот так пойду дальше смотреть фильм знаете какой смотрю сериал жила-была одна баба да я уже дома сделала все свои процедуры в том плане что намазала кремами все дела сейчас пойду какой-нибудь наплиток себе приготовлю в виде рейбуша нет пылесос просто работал нет этот не пылесос вот там пылесос и я вот так отодвигаю стол оттуда чтобы он поработал там тоже где я сижу где я поросенок ой хрю-хрю так вот все и пойдем что-нибудь посмотрим что бы полопать можно было ничего не полопаю чай сейчас попьем и все немножко разберусь на кухне потому что здесь такой бардак но это все вам не интересно с вами я буду прощаться пишите комментарии если вам понравилось видео такого рода моя косметика как-нибудь на днях засниму как я крашусь ничего особенно но все-таки поболтаю покрашусь но это все будет в ближайшем будущем так что подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии всего самого наилучшего всем пока-пока